Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На поляне был женский приход. Первая девушка Дарина Маркина из Пензы, ей 21 год. Внешне ей нравится Захар Саленко. Вторая девушка Дина Корти из Минска пришла к Ване Заре. Наполовину она француженка. Иван переписывался с ней и звал девушку на проект, уже будучи в отношениях с Софьей. Дина сказала, что у Ивана озорной характер, классные татуировки и красивые глаза. По мнению Бузова, главное достоинство девушки – очень большая грудь. Бузова посчитала, что этого достаточно. Затем Бузова стала унижать девушку Заре и Софью и навязывать ему новенькую. София Вермут бурно восприняла приход соперницы. Она напилась и устроила разборки. Обе новенькие участницы остались на проекте, благодаря тому, что его покинул Илья Грин. «Сегодня я принял решение покинуть проект», – написал Илья. «Спасибо всем, кто меня поддерживал все это время. Участие в шоу – это огромный опыт». Многие зрители жалеют, что Илья покинул Дом-2. Они считали его единственным нормальным парнем на проекте. Марина Тристановна Абрамсона позорилась на всю многомиллионную аудиторию Дома-2. Недавно на проекте стартовал новый сезон «Школа актерского мастерства». И в одной из постановок Тате пришлось стать пастухом, в то время как Валера и его потенциальная теща оказались в роли коровы. Блеменкранцу пришлось согнуться и накрыться покрывалом, чтобы остались видны лишь его ноги. А Марина Тристановна изображала голову животного. Но в таком положении Валера продержался недолго. Глядя на его лицо, нетрудно догадаться, что причиной тому послужила Абрамсон-старшая, которая банально испортила воздух. После недавнего эфира все жалеют Лилию Четрару. Сергей Захарьяш во время ссоры с Лилией выломал дверь в их общую комнату. И он случайно попал выбитой доской прямо по лицу Четрару. Надя Ермакова помирилась со своим молодым человеком. Она опять публикует совместные фотографии. Недавно Вика Боня перекрасилась в блондинку, а теперь она добавила волосам еще и розовый оттенок. Многим подписчикам Вике понравился ее новый образ. Бывший участник телепроекта Алексей Самсонов стал папой. Жена Юлия родила ему сына. Спасибо тебе, моя любимая, я самый счастливый, и люблю тебя безумно. Ольга Бузова шокировала поклонников своим внешним видом. Она выложила фото с тренировки, где выглядит болезненно худой. Но, несмотря на это, Бузова продолжает вести активную жизнь, очень много работает. Сейчас она приехала в Казахстан по работе. У нас уже час ночи, пишет она, и вставать через три часа, попробуй уснуть. Завтра очень насыщенный день, впрочем, как всегда. Ирина Агибалова готовится к показу своей коллекции. О судебных разборках с Татьяной Владимировной Африкантовой уже никто не говорит, эта тема себя исчерпала. Сейчас Агибалова рассказывает о радостном, о собственной коллекции одежды. Марина Африкантова рассказала радостные новости. Ее папа, который в декабре прошлого года попал в больницу с невритом лицевого нерва, уже восстановился после болезни. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.